Один из трёх самых крупных садов в Японии. Детей в школе японцев первые три года не учат грамоте. Такого отношения я ещё не верю. Как будто они виноваты, что я дрон запустил. Кажется, что это обычные карпы, но они выведены специально японцами, поэтому стоят очень много денег. Я буду строить такую бандуру, не понимаю. Я думаю, что они нас сейчас побьют. Смотрите, какие у него классные ботинки. Это ниндзя-шит. Соскучился по рыбкам, да? Да, хочется поймать. Ребята, вот вам бы было интересно посмотреть, как мы пробуем здесь сладости. Да, положи на место. Самое главное, что всё организовано и вообще не думать. Думать ни о чём не надо. Просто хочешь и наслаждаешься. Это очень классно. Доброе утро, друзья. Мы прибыли в город... Как город называется у нас? Акаяма. Акаяма. Вот на этом замечательном экспедиционном круизном лайнере. Сейчас мы едем в город для того, чтобы попасть в музей и попасть в самый большой и красивый сад в Японию. И попробовать мороженое персико. Это один из трёх самых крупных садов в Японии. И он находится здесь. И сегодня мы его посмотрим вместе с вами. Пока мы ехали, что лучше я узнал? Узнал о том, что, например, Асахи означает на японском рассвет. В Японии как раз вот в Окаяме вот это века называется Асахи. А уже потом называли пиво Асахи. Мы можем слушать гида и при этом не надо находиться рядом с ним. Вообще здесь с наушником она выдается, но мы наушники дома забыли. Поэтому приходится куху прикладывать и слушать, что она там говорит. Мы сейчас ходим гуляем по садам японским. Я себе, в принципе, так это и представлял. А вот эта вот птица, она символизирует Японию. Вообще очень красивый, конечно, сад. Всё вылизано. Очень много разных деревьев, карликовых каких-то ёлок, сосен. Это очень классно. И ты понимаешь, что ты в какой-то старинной Японии находишься. Древняя Япония. Я говорю, не старинная, а древняя. И здесь, смотрите, сколько карпов кои. Они ждут, я их покормил. Но у меня с собой ничего нет. Их можно потрогать. Сто процентов. Раз они здесь тесуются. Они дикие. Так просто не возьмёшь. Кстати, они очень дорогие. Кажется, что это обычные карпы, но они выведены специально японцами, поэтому стоят очень много денег. Просто прибежали. Говорят, пожалуйста, пожалуйста, посадите дрон. Вы не можете здесь летать. Такого отношения я ещё нигде не видел. Чтобы тебя так просили. Как будто они виноваты, что я дрон запустил. Японцы, конечно, культурные. Прям вот реально увожу. Тут даже ничего же не скажешь. Да, я даже нарушать второй раз не буду. То есть я понимаю, что они реально переживают за безопасность. Я думал, они нас сейчас побьют. А они прибежали и извинились, сказали, пожалуйста, ребят, представители, вы извините нас. Вы нас очень извините. Sorry, sorry, sorry. А ты, кстати, знаешь, я тебе о чём хочу сказать, что детей в школе японцев в первые три года не учат грамоте, а учат в культуре. А потом уже, когда уже люди воспитанные, культурные, обученные, их уже начинают учить. Так и должно быть. Понимаешь? Самое главное, это культура и воспитание человека. Папа и мама черепашки и маленький черепашонок с ними. Саша! Саша, ну здесь, конечно, эстетическое удовольствие. Смотрите, какие цвета. Какие цветы. Речка Осахи. В этом выпуске вы будете наслаждаться эстетической красотой японских садов. Прикольно, несколько видов укреплений здесь, да? Причём, металлическое всё. Удивительно. У меня лезть на шестой этаж. Я, кстати, не понимаю, для чего используется этаж. Скажи, что ты понаблюдать, что ли? Когда было строить такую бандуру. Странно. Не понимаю. Скорее всего, да, используется для наблюдения. Отсюда видно далеко, откуда враг идёт. Вообще, место выбрано очень удачно. Видно реку, мост. Мост, не знаю, был в то время или нет. Но то, что судно все видно было, это точно. Там это не очень интересное, но внутри можно одеться в национальные одежды. Кстати, запрещают внутри снимать и пофотографироваться. Очень красивая. Там где такая сделанная, домашняя. И прям надевают очень дорогие красивые кимоно. Можно вообще нафоткаться целый час. Можешь фоткаться, но главное просто успеть. Да, то есть мы, соответственно, надо уже ехать, мы не успеваем. Но мы, конечно, об этом жалеем, что у нас не получилось. Вот такую палку за 50 центов. И сейчас мы будем дрессировать. Соскучился по рыбкам, да? Да, хочется поймать. Пирашек, давай, заводи быстрей. Черепаха приплыла, Саш. Где? Твой час настал. Давай быстрей. И ставь. Здорово. Короче, ребята, это самое прикольное, что есть в парке, это рыба и черепахи. Можно ловить, на берег вытаскивать. Они потом смешно убегают. Какие здесь одежда. Нарядные. Смотрится очень круто. Прям видно, что дорого, со вкусом и красиво. Как сказал бы Рома, максимальный стиль. Да? Ничего лишнего. В целом, на 2 часа, как мы приехали, вполне погуляли. Не, ну я подольше погуляла. Да нет, что здесь делать? Фотки. Здесь очень красивые будут фотографии, однозначно. Смотрите, какая здесь красота. Мы просто попали на какую-то японскую, старую улицу. Древнюю. И здесь такой чувачок накачанный. Здорово. Как ты назвал? Майча. 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 Что ты делаешь? Это очень-очень мягкое. Сколько это? 2 паса за 1000 евро. В 10 минут. Это самый маленький курс. А, ну вот, смотрите. Это самый маленький курс, один блок курс. Смотрите, какие у него классные ботинки. Очень хорошие ботинки. В японском названии Таби. Таби? Таби. Ниндзя шоу. Да, ниндзя шоу. Это отличный ботинь. Смотри, как он накачанный. Вот заметьте, в чем проявляется культура. То, что он сейчас протянул руку и перед тем, как пожать ее, он ее вытер, так как у него, скорее всего, рука вспотела или еще что-то. То есть он просто взял, вытер ее в штаны и после этого только подал. То есть это тоже о многом говорит, что люди очень культурные. Прям за это я обожаю Японию. Очень хочется находиться среди культурных людей. Но я надеюсь всем людям так же хочется, как и мне. Вау. Красиво, Найф, да? Здесь так все чистенько прям. Вот в таком путешествии отдыхаешь, да, Найф? Смотри, карп такой. Да. С обычными карпами. Вот до такого вида от одного просто малейше вообще. Самое главное, что все организовано и вообще не думать, думать ни о чем не надо. Просто ходишь и наслаждаешься. Это очень просто. Многие из вас пишут, что круизы это для пенсионеров, это очень скучно, это там только бухать и прочее, прочее. Я вам скажу, как человек, который посетил, ну я не знаю, ну около 10 круизов мы точно съездили. Почему люди чаще всего, им не нравится круиз? Во-первых, они выбрали плохую круизную компанию, где цена не соответствует качеству и вы просто считаете, что вы выкинули свои деньги. Убирайте хорошую круизную компанию, ездите туда компанией своей, если вам не нравится окружение пенсионера. Можете поехать в студенческую пати. Вам не понравится такой круиз, потому что там будут ноги прилипать от пива к полу, все будут бухать и прочее. Но поверьте мне, если вы даже сравните то же самое путешествие на машине по Европе и путешествие по Европе на круизе намного удобней, намного комфортней. Вы при этом отдыхаете, а не тратите свое время на то, чтобы переехать из одной точки в другую. Пока вы спите, у вас меняется страна, понимаете? Там очень крутые шоу, очень вкусная еда. Вы не беспокоитесь, где вам ночевать, какой вам отель купить. Ну, многие, например, мне пишут, что мы любим активный образ жизни, типа круизы, это для пенсионеров, там все еле ходят. Ребята, когда у вас ограниченное время для того, чтобы посмотреть страну или там город, вы его тратите с умом. Вы просто бегаете как, не знаю, ужаленные, стараясь максимально все посмотреть. Не тратите время на то, чтобы посидеть там, спокойно попить пиво и прочее, прочее, потому что вы все это сможете сделать на корабле вечером. А вот в таких вот круизах, в которых мы находимся сейчас, здесь вообще все расписано. Здесь даже вас и кормят, и поят, и водят, все рассказывают, у вас есть свободное время, хотите погулять. Поэтому я оставлю ссылочку в описании, переходите на Silver Sea, смотрите, если вы хотите в экспедиционный круиз. Лучший вариант изучить страну, это поехать именно в такой экспедиционный круиз. Нас сейчас привезли, покормили, дали билеты в музей и сказали, ребята, у вас есть 4 часа, вы можете погулять как хотите, хотите в музей, хотите, можете просто погулять. Ребята, я не знаю, кто такой Клауду и Мане, но говорят, что это очень крутая картина. Как по мне, то пруд какой-то, размазанный причем. Это Пикассо, ребята. Ну, я не понимаю в смысле ничего. Ну вот Рома, покажи, Рома, зацени, специально для тебя раздел. Пабло Пикассо еще один. Специально для тебя раздел, Рома, твоя тема. Рома бы сейчас сказал, знаешь, что? Идеально, ничего лишнего. Максимальный стиль. Ребята, вам не было интересно посмотреть, как мы пробуем здесь сладости? Ну, это же для контента интересно. Смотри, смотри. Что ты предлагаешь купить? Вот смотри, лежат такие штуки. Давай, напишешь, почитаем в следующем выпуске. В следующий раз приедем, попробуем, да? Да, положи на место. Ребята, Настя выдержала испытания магазина. Что такое? Смотри, здесь штаны. Ты же не аж сладкая. Какие сладкие. Прикольная штука. Что это? Как мармеладка какая-то внутри что ли. Яблоко, мне кажется. Не вкусно. Не вкусно. Не вкусно. Не вкусно. Не вкусно. Если хочешь, возьми. А ты готов? Спасибо большое. Все такие, такие вот прошли такие и пошли дальше свои лакшери каюни. Просто... Люди старались, старались. Когда для людей это нормально, понимаешь? Когда их встречают с оркестром. Браво! Эксперимент, как быстро мне запретят съемку на квадрокопте. Я включаю режим дурака. Типа, я не знал, что здесь снимать нельзя. Для меня? Спасибо. Ой, так это же клевер с четырьмя листиками, ребята. А я даже и не поняла сначала, что он мне подарил. Музыка Мы full-legt с Настей провожать... Провожать Японию. И... Снимать отплытие. Это самый приятный момент на всем круизном шипе, да?